Ну а вот Фиорентина. Фиорентина боролась за место в плей-офф Лиги Конференции. Душа Влахович остался на скамейке запасных. Понятно, что его переход в Ювентус сильно разозлил поклонников Фиорентины. Но сколько таких переходов уже было, да? Да, начиная со времен Роберто Баджо. Да и здесь тот же Бернардески играл, который также перебрался в Ювентус из Фиорентины. Фиорентина. Ювентус был не мотивирован на этот матч. У Ювентуса, кстати, был такой относительно экспериментальный состав. Я отмечу появление Фабио Меретти после того, как Ювентус заполучил место в Лиге Чемпионов. Четвертая позиция незыблема. Стал доверять Массимилиана Аллегрии и выпускать регулярно этого центрального молодого полузащитника. Но мы-то видим, что Фиорентина гораздо активнее играла в этом матче. Вот угловой подает Фиорентина. Удар Игора Дос-Сантоса, центрального защитника Фиорентины. Мяч летит выше ворот. Бонавентура активно провел эту встречу. Амрабат делает передачу. Удар из-за пределов штрафной площади. Данкон извиняется перед партнерами за этот неточный удар. А Фиорентина продолжает искать счастье у чужих ворот. И она его находит. Это Данкон. Вот такая заворушка в штрафной площади Ювентуса. Еще раз смотрим. Пентак, вышедший в стартовом составе мяч, отыгрывает. Потом выцарапывает Бонавентура. В этом столкновении и Пентака получил повреждение и Кьелине. Который проводил свой последний матч за Ювентус. И был в результате уже заменен после перерыва. Ну и последняя игра для Паула Дебалы. В составе Ювентуса домашний матч. Они уже провели заключительный. Попрощались с болельщиками очень трогательно. Ну а теперь Фиорентина мечтала закончить этот сезон на мажорной ноте. А что это значит? Это значит, что надо попасть команде Винченцо Итальяно в Еврокубке. Неточный удар Николаса Гонсалеса, который провел отличный сезон в составе Фиалок. Дальше вот такой удар. Ну, вы видите, даст перебинтованный головой Кшиштоф Пентак. Угловой подает Фиорентина. Капитан команды Бираги подает на Пентака. Спасает голкипер Матио Перин. Нет, даже не Матио Перин уже, а вышедший на замену, прошу прощения, другой. Вратарь Карло Пенсольо. Появился он в составе Ювентуса. Не проводил он практически матчи на протяжении нескольких сезонов. А здесь пенальти зарабатывает Фиорентина и реализует этот 11-метровый Николас Гонсалес. А это уже компенсированное время. И становится понятно, что Фиорентина одерживает победу. И Фиорентина попадает в Еврокубке.